Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Титаник Ленинского комсомола. Подвал многоэтажки по щиколотку в воде, а управляющая компания на помощь идти не спешит. Жители расселить, дом снести. На правительстве определились с дальнейшей судьбой аварийной пятиэтажки на Грибоедово. И не только. В память о герое. На доме по улице Телевизионная появилась памятная табличка Алексею Курганову. Очень оригинально встречают приближение тепла жители дома 134-56 по улице Ленинского комсомола. Ручьями многоэтажка буквально окружена. Вот только это совсем не те весенние ручьи. Потоки идут из канализационной выгребной ямы. Кроме того, здесь регулярно затапливает подвал. А управляющая компания, по словам жильцов, просьбы помочь игнорирует. То, что они оставляют все фекалии в подвале. Эти фекалии на весь дом расходятся запахом, остаются вот здесь вот залежами. А вода стекает по ростверку дома и создает проблемы для его основания, потому что свайное поле подмывается таким образом. Это неправильно. Им об этом говорили. Заливает, как говорит Виктор, регулярно. И неприятный запах – это только полбеды. Вот вода, стекающая по перекрытиям, уже проблема. А управляющая компания, говорит Виктор, реагирует неправильно. Мол, можно после залития насосами слить воду в канализацию, а все отходы жизнедеятельности убрать через имеющийся проем. А заниматься этим коммунальщики, по словам жильцов, не спешат. Стоит свая, на свае ростверк. Этих свай по всему дому множество. Тут свайное поле. И получается, что вот когда наливается туда, отсюда вода сочится и выбивает, вымывает песок и грунт. Вот это вот вымыто, это вымыто канализациями. Почему канализация течет – вопрос отдельный. Есть тут, кстати, и вина самих жильцов. Постоянно находили и женские средства гигиены, и полотенца, в общем, смывают все подряд. Жильцы эти вопросы решают между собой. Проблема в другом, говорят, что после залития никто воду, мол, не откачивает. Но своих проблем дому, видимо, было мало. Поэтому соседям добавили еще. С дома 68 по улице 12-я линия выкачивают выгребную яму, протягивают шланг между забором вот этого дома и между сараем. И вся вода, не вода, вернее, а фекалии с выгребной ямы текут через детскую площадку дома 134-56 по Ленинского комсомола. И дальше вытекают к нам на парковочное место. Коричневыми ручьями дом уже фактически окружен. Но если с жалобой на соседей обратились в администрацию, то управляющую компанию пока, что называется, отметили карандашом. Регулярно звонят, спрашивают о ситуации. Попытка же нашей съемочной группы дозвониться до коммунальных кураторов этого дома по улице Ленинского комсомола закончилась ничем. После обеда инженера уже на месте нет. А больше разъяснить ситуацию, видимо, и некому. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. Аварийный дом на улице Грибоедова необходимо сносить. Судя по всему, других вариантов в принципе не существует. А людям нужны меры поддержки и конкретика. Где же дальше? Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Молков. Кроме того, отдельной темой стала подготовка к открытию рязанского онкодиспансера. Подробности далее. Судьба жителей многострадального за последнее время дома по проезду Грибоедова стала темой номер один заседания областного правительства. Какие меры поддержки уже оказаны людям, где они будут жить и что вообще делать дальше? Об этом Павел Молков поинтересовался у главы рязанской администрации Елены Сорокиной. Она озвучила свой план. История самого дома завершена. В настоящее время все коммунальные ресурсы отключены от дома. После прохождения необходимых процедур будут готовиться документы на снос дома. В рамках программы расселения аварийных домов жильцы этого дома будут переселены. Но здесь есть очередность. Есть дома в городе, которые признаны аварийными раньше, чем дом по проезду Грибоедова 16-Б. Я попрошу вас совместно с Министерством строительства отдельно мне доложить по очередности по аварийному жилью, по программе расселения, сколько у нас сейчас людей в очереди, какие дома, какие планы, какие сроки предполагаются и так далее. Посмотрим, что со всем этим можно сделать. И прошу подготовить предложение по поддержке людей, которые остались, по сути, без своего жилья. Семьям тоже надо поднимать, нужно определиться, как дальше жить, на что они могут рассчитывать. Конечно, нельзя людей оставить наедине с этой проблемой. Открытие нового лечебного корпуса онкодиспансера тоже на особом контроле. 12 отделений, 250 коек. По словам Павла Малкова, это отделение должно вывести медицину Рязанской области на принципиально иной уровень. Если, конечно, зарубежное оборудование поспеет. Мы ожидаем поставку оборудования еще по 31 контракту. Работа с поставщиками выстроена. В общем-то, понимание, когда это придет, есть. В настоящее время вторым треком мы осуществляем уже прием тех работ, которые выполнены. Подрядчик устраняет недостатки, поэтому здесь тоже. По третьему треку мы готовим документы, которые необходимы для проведения лицензирования, соответственно, диспансера на проведение медицинской деятельности. Отдельно губернатор коснулся темы перерасчета стоимости услуг за тепло жителям Конищева. Напомню, не так давно случился инцидент, когда после прорыва магистрали теплосетей несколько домов оставались с холодными трубами. И было обещано, что в платежках это будет отражено. Тем, кто меньше всего испытывал дискомфорт, по словам Елены Сорокиной, квитанции уже откорректировали. Тем же, кто ждал тепло дольше, перерассчитывают прямо сейчас. Закончат к 20 февраля. Снегопады в последние дни явно компенсируют недостаток осадков в январе. И теперь городские службы работают в усиленном режиме. И круглосуточно. Снегоуборочная техника круглосуточно на улицах города. График работы составлен таким образом, чтобы жителям было максимально удобно. Днем расчищают парки, скверы и другие общественные территории. Ночью вывозят снег с площадей. Что касаемо проезжих частей, в первую очередь мы убираем там, где ходит общественный транспорт. Также песко-соляной смесью обрабатываются дороги и там, где не ходит общественный транспорт. То есть это основные магистрали. Также происходит уборка уже отработавшей ПСС. То есть шугу мы сметаем в сторону. И после этого вывозим снег. На тротуарах у нас круглосуточно. Всю зиму сотрудники дирекции благоустройства работали на улицах города. После снильных снегопадов в декабре перепады температуры создали плотный прессованный лед, с которым в основном приходилось бороться вручную. Для уборки снежного покрова применяется и техника в полном объеме, и ручной труд. К снегу мы были готовы. Техника у нас находится на круглосуточном дежурстве. Техники хватает и на тротуары, и на проезжей части. Также у нас и заключены контракты со сторонними организациями. Подрядные организации на полную мощность работают. То есть все бригады у них задействованы. Также, как и в дирекции благоустройства города, выведены на круглосуточное дежурство люди. Мы работаем в две смены и днем, и ночью. С основных улиц вывозят снег круглосуточно. Вывозят на полигоны для складирования снега в две точки за городом. Уборка продолжается непрерывно. При поддержке компании «Зеленый сад» на фасаде дома по улице Телевизионная, 11, появилась памятная табличка о Герою России Алексею Курганову, трагически погибшему в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня в доме по-прежнему проживает его семья, которую «Зеленый сад» решил взять под опеку. Герой России, гвардии капитан Алексей Курганов, пал смертью храбрых в марте прошлого года во время проведения спецоперации на Украине. Командир разведывательной роты Рязанского парашютно-десантного полка прикрывал отход своих подчиненных с захваченными документами исключительной важности. Те, кто с ним служил, сегодня говорят об Алексее только в превосходных тонах. Гвардии капитан Курганов Алексей Сергеевич был не только настоящим офицером, он был и настоящим мужчиной. Он жил ярко, служил ярко и ушел героически. Для меня была большая честь служить под его командой, быть своеобразным его учеником на становлении офицерской стези. Придя в полк, именно Алексей Сергеевич Курганов был моим первым и, по сути, единственным командиром. Сегодня эта табличка на фасаде дома по улице Телевизионная в память о нем. Кстати, сохранение памяти о своем героическом соседе и жителе многоэтажки поддержали единогласно. Я хочу поблагодарить всех жителей дома, потому что это не просто установить доску на школе там или как-то здесь. Именно все сплотились, все жители дома, чтобы подписать это обращение, исполнить тот порядок, который должен быть, эпидемическую комиссию для установления мемориальной доски. Троекратный салют, цветы и слова поддержки супруги Алексея Курганова. В день открытия мемориальной таблички добрым словом героя поминали многие. А вот компания «Зеленый сад» пошла дальше. Ее поддержка оказалась самой результативной и конкретной. Есть государственная поддержка, но мы решили, чтобы семья героя, проживая в нашем доме, полностью была обеспечена всеми условиями, которые необходимы не только для проживания самой семьи, но и для детей. В данном случае все коммунальные платежи и по содержанию мы будем компенсировать данную семью нашего героя. Гвардии капитан Алексей Курганов – гордость Вооруженных сил России. Был, есть, таким и останется. Не только для жителей этого жилого комплекса, но и для всех рязанцев. Сотрудники ГИБДД проводят на дорогах Рязанской области так называемое скрытое патрулирование. Основная цель – снизить количество ДТП. И у нас есть эксклюзивные кадры из салона автомобиля, который и выявляет нарушителей. Перекресток улицы Затинной и Свободы. Здесь четыре пешеходных перехода и ни одной камеры. Видимо, водитель грязной Ауди посчитал, что правила можно нарушить. Вот и пешеходов не пропустил. Придется ответить. Так работает скрытое патрулирование. После фиксации нарушений в области дорожного движения посредством специальных технических средств с функцией фото- и видеосъемки на видеорегистратор на водителя составляется административный материал непосредственно на месте нарушения либо с дальнейшим приглашением в органы госавтоинспекции. В случае оспаривания водителем такого факта нарушения правил дорожного движения видеозапись является доказательством по данному делу. Машина, в которой сидят инспекторы ГИБДД, самая обычная. На ней нет ни мигалок, ни специальной расцветки. Как говорится, гражданская. Обычно о нарушениях сообщают напарникам. Например, проезд на красный свет или, как сейчас, разворот в запрещенном месте. Обычно патрулируют там, где дорожные камеры не установлены или же в месте, где часто происходят аварии. Мол, водители думают, что здесь правилами можно пренебречь. Так порой и происходит. И часто. Всего посредством скрытого патрулирования в 2022 году было выявлено более полутора тысяч нарушений требований правил дорожного движения. В текущем году подобные профилактические действия по предупреждению и выявлению правонарушений в области дорожного движения продолжаются. Госавтоинспекция просит водителей к такому виду профилактики отнестись с пониманием. В конце концов, правила дорожного движения можно не нарушать самому. Церковный праздник, обозначенный в православном календаре 15 февраля, называется Сретение Господне. В этот день отмечают один из самых великих двунадесятных праздников православия. Верующие вспоминают встречу праведника Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Сретение в переводе с церковнославянского означает «встреча», и в православной традиции этот праздник знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов – встречу человечества с Богом. На 40-й день после рождения первенца Ветхозаветный закон предписывал родителям принести младенца в храм в Иерусалиме. Мария и Иосиф, согласно обычаю, через 40 дней после Рождества Христова пришли в храм с божественным младенцем. В то время в Иерусалиме жил праведный старец Симеон, один из ученейших людей своего времени. Это событие – встреча Симеона с Иисусом и стала основой праздника. Мы же с вами встречаемся со Христом уже воскрешим, со Христом, который победил смерть. Какова же должна быть наша радость? И мы тоже встречаем Христа и принимаем его в свое сердце. В Рязани возведен посвященный празднику храм на улице Новаторов. Величественное здание в византийском стиле строилось больше 10 лет, и вот оно готово принимать прихожан. Для меня это особая радость. Я в Рязани живу всю жизнь. И любое открытие, появление нового места, где можно прийти и помолиться Богу, ну, это просто, дай Бог здоровья всем, кто принимал в этом участие. Это великое дело. В Древней Руси праздник, отмечаемый 15 февраля, назывался Громницы. Считалось, что в этот день проходит граница между окончанием зимы и наступлением весны. Говорили, что на Сретене зима с весной встречаются. В Древней Руси считали, что сретенские свечки защитят посевы от болезней и вредителей. Если какому-то деревенскому жителю нужно было в своем доме отслужить молебен, ему для этого давали большую сретенскую свечу из церкви. Традиция сохранять сретенские свечи существует по сей день. В народе с этим днем связаны немало примет. Скажем, оттепель сегодня, крайне веснее и теплый. Снег дождливый, затяжной, а в юго поздний, холодный. Если день солнечный, следует ждать урожайного года. А если идет снег и морозы, то весна будет поздней, дождливой и холодной. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин